Всем привет! Сегодня я хочу с вами поговорить о фаворитах последнего времени. И первое, с чего я хочу начать, это волосы. Как вы, наверное, знаете, недавно я перекрасила с рыжего в блондинку, и, в принципе, для меня это был такой довольно рисковый эксперимент, потому что волосы у меня и так до этого были крайне-крайне сухие, я всегда использовала очень много продуктов для увлажнения, и рыжий пигмент вообще из волос выводится, ну, как бы, как, по крайней мере, как существует такое мнение, выводится очень сложно, поэтому изначально нужно было просто снимать весь пигмент, потом перекрашиваться. И мне сразу все говорили, что качество волос очень сильно может ухудшиться, и так как оно у меня и так было не фонтан. Я, конечно, сильно переживала, но рыжий мне уже настолько надоел, что хотелось перемен. И, в общем-то, два средства, которые, мне кажется, сейчас поддерживают мои волосы в том хотя бы состоянии, в котором они были до всех этих ужасных процедур, это, в первую очередь, маска для волос от Marocanoil, это восстанавливающая маска для волос, она действительно спасла мои волосы, потому что они у меня очень сильно ломались и очень сильно выпадали. После того, как я начала ей пользоваться, у меня уже так довольно много использовано этой маски, волосы стали намного более сильными. Каждый раз, когда я мыла волосы, у меня просто такими целыми прядями вылазили волосы, обламывались, сейчас этого абсолютно нет. Я даже удивляюсь, как так может быть, что я полностью мою волосы, и абсолютно ничего, как будто даже в ванной нет. Поэтому обожаю эту маску, я думаю, что она у меня закончится, я еще обязательно ее куплю. Тоже пахнет очень приятно, как и все средства Marocanoil. В общем-то, однозначно я вам ее рекомендую. И еще одно средство, которое также очень хорошо сказалось на качестве моих волос, это вот такое вот масло от Гош. Это кокосовое масло. Во-первых, безумно приятно пахнет. Вот такой аромат, который вы наносите на волосы, можно смело куда-то идти в люди, не используя парфюм, потому что очень-очень будет приятно от вас пахнуть. Отлично просто увлажняет волосы. Единственное, оно такое вот действительно очень жирненькое, поэтому если волосы у вас не такие сухие прям вот совсем, то это сделает волосы, эта штука сделает ваши волосы очень жирными. Если у вас волосы такие же сухие, как у меня, то это ваше спасение, потому что я это люблю наносить на ночь, когда уже весь свой ритуал там по уходу заканчиваю, именно вот этой штукой. И волосы на утро очень мягенькие, очень приятные, в общем-то, безумно меня это радует. Ещё тоже из ухода хочу вам показать вот такую вот малюсенькую штучку от Kate Somerville. Это крем, который называется Retosphere. В общем-то, это крем с ретинолом. Я его использую уже довольно долго, хоть и такая вот малюсенькая баночка, просто мини-пине, здесь всего лишь 7,5 мл. Но этого крема нужно очень-очень-очень мало на те зоны, там, где у вас начинают появляться морщины. Ретинол – это один из совершенно немногих ингредиентов, которые действительно могут бороться с преждевременным старением и с какими-то морщинками. Рекомендуется использовать средства с ретинолом уже после 25 лет. Есть средства с ретинолом и есть средства с ретиноидами. Они более уже серьёзные для более серьёзных проблем. Средства с ретинолом рекомендуется после 25 лет использовать на те зоны, там, где появляются мимические морщины. Я этот крем использую совсем буквально капелюшечку на вот эту зону, там, где я часто как-то жестикулирую бровями, у меня появляются морщины. И, в общем-то, после использования этого крема я действительно заметила, что кожа становится очень упругой. Даже после того, как я наношу этот крем, я начинаю как бы так вот вздёргивать брови, и я чувствую, что мне это как будто делать сложнее. Я не знаю, как это объяснить, но действительно крем работает, и я уже вплотную так задумываюсь над тем, чтобы стабильно добавлять какие-то кремы с ретинолом в мой уход, потому что я вижу разницу, и она действительно есть. И если у меня раньше эти морщины были довольно явные, то сейчас я, например, встаю с утра, и я, бывает, даже их вообще не вижу. То есть лоб у меня абсолютно гладкий, что совершенно не свойственно мне было, потому что у меня жестикуляция довольно ярко выраженная, и вот эти проблемы – это то, что всегда присутствовало в моей жизни. Я не люблю мимические морщины. Давайте потихоньку перейдём к декоративке. Обещала я вам рассказать более детально о пудре от Гош, которая называется Prime & Set. Это фиксирующая пудра, абсолютно прозрачная, такого белого она цвета. И когда я делала на неё обзор, я сказала, что я ещё недостаточно хорошо её протестировала, поэтому ничего сказать, собственно, не могу. Я в эту пудру просто влюбилась в последнее время. Она очень-очень классно фиксирует макияж. Потрясающе просто делает какой-то такой волшебный вилетовый финиш на лице, сразу убирает любой жирный блеск. С ней тональная основа держится просто как прибитая. Вот я вот с утра наношу тональный крем, и после этого целый день я хожу, и я смотрю на себя в зеркало, и вроде как даже и поправлять ничего не нужно. А если вы, например, какие-то проблемы скрываете у вас на лице, например, там нужно прыщик замазать, то вот такая вот штука для того, чтобы зафиксировать это, это просто мастхэк, потому что с ней держится всё просто замечательно. Я очень рада, что пробовала эту пудру, потому что сама бы, наверное, я её так в магазине бы не выбрала. И что мне тоже нравится, в эту пудру, в состав её не входит тальк, поэтому раздражение на лице она у меня не вызывает, раздражение в виде появления прыщиков. Очень мне понравилась эта пудра, я её не боюсь пользоваться ежедневно, и пока что ничего, кроме хороших результатов, она мне не давала. Совместно с этой пудрой на каждый день я очень сильно полюбила вот эту тональную основу от Faberlic, которая называется Secret of Youth. У меня номер 6200, очень мне понравилась тональная основа. Единственный, конечно, для неё, для меня, вернее, минус, это то, что её нужно наносить руками, потому что иначе она как-то плохо ложится и плохо втушевывается. Если её тушевать руками, втушевывать лицо, она выглядит идеально. Она очень хорошо перекрывает какие-то мелкие недостатки, выравнивает тон лица, и у неё очень такой красивый сияющий финиш. Он не какой-то такой вот жирный какой-то блестящий, а вот именно такой красивый сияющий. Но в то же время я те места, в которые я не хочу, чтобы у меня блестели, например, Т-зона, я перекрываю вот этой пудрой, и вместе они вот просто как будто дуэт созданы где-то там на небесах, по крайней мере для повседневного макияжа. Замечательный просто эффект получается, очень я этим довольна эффектом, и одно и второе средство, в принципе, довольно бюджетное, поэтому можно использовать ежедневно, и не бояться там, что надо будет через месяц опять разоряться на эти же средства. Что абсолютно для меня не свойственно, это то, что я нашла румяна, которую я использую ежедневно. Это румяна от Sigma, которая называется Bliss. Это вот такой вот очень насыщенный, казалось бы, персиковый оттенок, но на самом деле мне очень нравится, во-первых, они мне очень нравятся из-за того, что это кремовая текстура, и они как-то очень красиво втушевываются в кожу, и создается эффект, что это действительно ваш румянец. И вот когда я сейчас стала блондинкой, мне кажется, что вот такой вот персиковый оттенок очень неплохо меня освежает, потому что лицо кажется очень плоским на фоне того, что светлые волосы, светлая кожа, светлые глаза, все как бы светлое, и абсолютно ничего не выделяется, и вот такой вот румянец, который создают эти румяна, очень-очень красиво выглядит. Я раньше, в принципе, румянами практически не пользовалась, только бронзером пользовалась. Сейчас же я могу нанести эти румяна, сделать брови, абсолютно оставить глаза в покое, и макияж получается очень-очень красивым, современным, и вот таким вот действительно в тренде. Так, это, в принципе, все, что касается косметики, и теперь хотелось бы поговорить о более таких рандомных вещах. В последнее время я очень сильно начала увлекаться музыкой, начала больше ее слушать, потому что до этого музыка, как бы, ну, мне нравятся определенные исполнители, но у меня нет какой-то такой зависимости от музыки. Я когда работаю, я вообще люблю работать в полной тишине, и я знаю, что многие люди, наоборот, включают там что-то для фона, там, или телевизор, или какую-то музыку, постоянно с наушниками в ушах, там, ходят куда-то с музыкой, и, в общем-то, я не из тех людей, которые любят настолько сильно музыку, но в последнее время я начала намного чаще ее слушать, и еще два альбома хочу вам о двух альбомах рассказать, которые очень мне понравились за последнее время. Первый альбом — это новый альбом от Marvin Five, потрясающий просто альбом, каждая песня — это просто шедевр, обожаю эту группу в последнее время, они как-то вот действительно очень выросли в моих глазах, потому что первые их альбомы как-то абсолютно меня не затрагивали, и я не могла сказать, что они мне нравятся. Предыдущий альбом очень сильно мне напоминает Новый год, потому что много было связано именно с этой музыкой на прошлый Новый год, и вот сейчас вот недавно у них тоже вышел их новый альбом в преддверии Нового года опять-таки, и мне понравилось как бы поддерживать эту традицию, слушать их музыку. Очень мне понравился действительно этот альбом, классные песни, и тоже открытием музыкальным для меня была группа London Grammar. Очень уникальный голос у вокалистки, приятные такие мелодии, очень ненапряжная, скажем так, музыка. Если вы хотите именно какую-то фоновую музыку, то это будет замечательный выбор, это тоже будет хорошим выбором для какой-то романтической встречи, или, я не знаю, для того, чтобы просто посидеть, послушать и подумать о чем-то своем. Вот так я, наверное, описала стиль этой музыки. И в основном, в принципе, я сейчас музыку слушаю и дома, и в машине, и вот тоже у меня появились наушники, и я начала слушать музыку тоже на телефоне, вот так вот, как и все, ходить с наушниками. И, собственно, о чем я сейчас вам хочу рассказать, это о наушниках, которые у меня появились. Это бренд, который абсолютно мне был незнаком. Фирма наушников называется Meze. Наушники эти имеют абсолютно уникальный красивый дизайн. Это вот такие вот затычки классические. Я долго сомневалась, подойдут они мне или нет, потому что в основном все затычки, вот эти вакуумные, они у меня вываливаются из ушей. Я их затыкиваю просто со всей силой, там уже завинчиваю просто себе в уши, и через какое-то время они так чпок и как бы вываливаются у меня с ушей. Меня это ужасно раздражало, и с этими наушниками я думала, что у меня будет абсолютно то же самое, но вот, к счастью, нет. У них в комплекте, они, кстати, идут вот такие, упакованные в такой прекрасный чехол, который помогает им не скручиваться, в общем-то, и не запутываться. И в комплекте с этими наушниками шли три пары, разные по размеру вот этих силиконовых насадок. Мне подошла самая маленькая силиконовая насадка, и они у меня не вываливаются. Это такой просто дикий восторг у меня вызывает, и дикое счастье. И что тоже удобно, что эти наушники также можно использовать и как гарнитуру, то есть они работают абсолютно точно так же, как и наушники, которые идут вместе с Apple телефонами. Тоже здесь есть вот такой вот микрофон, и, в общем-то, выполнены они очень качественно, очень классная такая вещь, особенно вот если вы что-то хотите придумать на подарок, они, конечно, не бюджет, это не бюджетный вариант, они стоят довольно дорого, но если вы хотите раскошелиться, сделать кому-то очень приятный подарок, и вы знаете, что вот такие вот там затычки, или там даже есть на сайте и другие наушники, которые именно на голову одеваются, в общем-то, если вы хотите порадовать кого-то, сделать хороший подарок, то можете присмотреться к таким наушникам, мне они безумно понравились, очень качественно выполнены, и я им просто не могу нарадоваться, они практически всегда у меня в ушах. Ну, в принципе, и все, рассказала вам обо всех своих фаворитах последнего времени, обязательно расскажите, что вам нравилось за последнее время, как косметика, так и не косметика, мне очень интересно будет почитать, как-то с вами пообщаться, и поставьте мне тоже лайки, если вам понравилось это видео, и увидимся с вами в следующих моих видео. Пока!